В Белгороднестровском прошло заседание 41-й сессии городского совета. Бюджет принят. В Бессарабии разрушили еще один памятник Ленину. Сегодня умер измаильчанин Александр Маламен. В эфире Бессарабия ТВ новости в студии Николай Юшкевич. Здравствуйте. Заседание 41-й горячей сессии Белгороднестровского городского совета состоялось. На повестке дня главный вопрос. Бюджет города на 2015 год. Зал заседаний переполнен. Кроме депутатского корпуса и членов исполкома, пришли представители Одесской самообороны и громады. Какова цель их визита и удалось ли депутатам принять бюджет города, узнаете из сюжета Татьяны Бежинарь. На заседание 41-й сессии Белгороднестровского района пройшло 41 депутат, но это не помогло решить все вопросы порядка денного. Цего разу у работу втрутилися представители громады и Одесской самообороны. Молодцы у камуфляжной формы, определенным кроком, рушили прямо до сессийной зали. Командир и справді виявився більш балакучим та пояснив основную мету визиту. Добрый день самообороны Одессы. Командиры ГБР приехали на помощь нашим побратимам, поддержать их на сессии. В каком вопросе? По вопросу устройства города. Что именно? Земельные вопросы, вопросы политического значения по поводу сепаратизма в городе, торговли наркотиками в том числе. Потому что у нас есть информация, что на улицах торгуют опыльные барыги, открыто. Неизвестно, кем они крышуются. Значит, всю эту нечисть надо убрать с улиц однозначно. Ну и другие вопросы будем решать, как бы уже... Земельные вопросы, где именно касающиеся? Вот Затоки? Касающиеся устройства города, политическое устройство города. Что именно? Вот конкретно назовите. Ну, я со своим координатором взаимодействую. Кто ваш координатор? Валера, командир самообороны Белорнестровска. По его просьбе мы выехали просто поддержать наших побратимов своим присутствием. Конечно, никаких провокаций мы не ставим целью провести каких-то провокаций в городе или дестабилизировать ситуацию. Просто помощь. Під тиском присутніх із самооборони та громадськості з порядку денного було знято всі земельні питання. Присутні внесли пропозицію виносити їх на сесію тоді, коли вони детально будуть розглянуті на всіх комісіях. Але у питанні прийняття міського бюджету депутатський корпус знайшов взаємного порозуміння як до засідання, так і під час сесії. Я хочу сказати буквально следующее. Ми советувалися з колегами, з депутатами городського совета і на уровні постійних депутатських комісій, і, скажімо, неформальній обстановки. У всіх одне мнення. Бюджет як документ принимати треба. Але в ній существує цей ряд вопросів, які ми, як депутати городського совета, можемо відкорректируювати в течіні бюджетного року. Дісті, дуже багато вопросів. Отсутність механізм збору налогів і так далі, і так далі, і так далі. Ми до конца не розібралися з тими налогами і зборами, які мають містний характер. І вони сьогодні будуть являться основою для того, щоб формувати городський бюджет. Тому, ще раз повторяю, наша задача сьогодні – проголосувати за бюджет, мати ту конву, по якій вже можна працювати, а далі, звичайши його більш подробно, коректирувати в рамках дійсної законодавства. Головна специфіка бюджету цього року – навчитися самостійно заробляти гроші. Підтримка від держави відтепер у вигляді двох субвенцій – на освіту та на охорону здоров'я. На комісії, в принципі, яких дискусій не було з точки зору, треба чи не треба. Всі розуміють, що є бюджет, є вже соціально-культурна сфера. Наша задача – об'єднути поступлення в нових налогових і бюджетних умовах. Перший заступник міського голови наголошує, новий податковий кодекс, що стосується землі, нерухомості, акцизного збору, взаємопов'язаний. Непри великий жаль, ні місцева влада, ні податкова інспекція, ні органи реєстрації на сьогодні не мають повного пакету документів, як саме бюджет адмініструвати. Незважаючи на це, за перший місяць впровадження реформ вже є певні результати. Ми вже виплатили повністю заробітну плату роботникам бюджетної сфери. Так, трохи є проблеми по здраву і освіті, тому що не вся субвенція поступила з госбюджету. Найближчим часом після прийняття бюджету, як зазначає Віктор Мінчев, доцільно провести загальні збори із приватними підприємцями міста, аби знайти оту золоту середину, що дасть змогу за рахунок податків поповнювати місцевий бюджет, при цьому не руйнуючи розвиток бізнесу в місті. Після дискусії депутатського корпусу із представниками громадськості бюджет міста ухвалили. До речі, останні заявили, що відтепер братимуть участь у всіх засіданнях сесій, аби нарешті навести в місті порядок. Сьогодні умер ізмаїльський герой, котрий на протяжении последних нескольких недель боролся за свою жизнь. 15 минут восьмого утра скончался в больнице мангальщик Александр Маламен. Он більше всех пострадал во время взрыва газа и пожара в кафе у фонтана. Напомним, трагедія произошла 11 января в центре Ізмаїла. Спасая двох женщин із горящего здання, Александр получил тяжелі ожоги, які покрыли почти 80% його тела. Його перевезли в Київ, де вместе з ним за його життя боролись столичні врачи. Он перенес сложнішю операцию, однака медики не змогли спасти життя молодого чоловіка. Як сообщила сестра Александра, із-за серьезних травм його серце не выдержало нагрузки і остановилось. В Бесарабі разрушили ще один пам'ятник вождя мирового пролетариата. В селе Саф'яно Ізмаїльського району неизвестні лица, по уже отработанной схеме при помощі автомобиля, снесли пам'ятник Владимиру Ленину, который находился в местном сквере. Остатки постамента раскрасили синей і жёлтой краской, а часть пам'ятника проташили по земле несколько метров, сообщает новостной портал Ізмаїла. Страшная аварія случилась на Одесьчине. Серьезное ДТП произошло ночью на автодороге Киев-Одесса у автозаправки возле Клеверного моста. По словам очевидцев, водитель автомобиля «Жигули», выполняя обгон, не справился с управлением і влетел в автомобіль «Тойота», который от удара отбросило на фуру, а затем на территорию заправки. По неподтвержденной пока информации, водитель «Жигули» погиб на месте. А водителя второй машины госпитализировали. Шутника, который якобы заминировал Одесский вокзал, уже нашли. Напомним, 28 января на линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что «Железнодорожный вокзал заминирован и в полночь должен произойти взрыв». После его звонка силовики ввели в действие оперативный план «Взрывчатка». Из зданий вокзала были эвакуированы 2760 людей. Однако поиски взрывного устройства не увенчались успехом. Зато сотрудники уголовного розыска линейного отдела недалеко от станции задержали мужчину, который вел себя очень подозрительно. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе никаких документов. Молодого человека пригласили в дежурную часть. И там задержанный признался, что именно он с трех телефонов, расположенных вблизи вокзала, сообщил о заминировании. Рассказали в управлении МВД на Одесской железной дороге. Депутаты Белгороднестровского горсовета перенесли рассмотрение вопросов о земле до лучших времен. Структуру аппарата горсовета и исполкома, а также их численность, пока сокращать не будут. А секретаря горсовета Владимира Мензелинцева депутаты решили оставить должности. Что еще происходило на сегодняшнем заседании, смотрите в сюжете Ангелины Савинковой. Сессия Белгороднестровского горсовета. Как всегда, прошла шумно. В этот раз еще и при участии Одесской самообороны, а также людей, предположительно, приехавших из Затоки. Одним из первых слова предоставили командиру понтонно-мостового полка. Олег Мамейлин поблагодарил трех горожан за помощь в оснащении военнослужащих. Секретарь горсовета от имени нескольких бойцов из АТО попросил пожертвовать деньги на их снаряжение. Следующим к трибуне, несмотря на протесты из зала, вышел представитель общественности с призывом к депутатам начать наконец-то работать. Вы представители народа. Кто вас делегировал сюда? Кажется, народ. Люди. Не вы же сами себя избрали сюда и поставили, правильно? Мы вам всем доверили. В Совете создана новая депутатская коалиция. В нее вошло 26 народных избранников. Чем именно они будут заниматься, пока не ясно. Депутатская коалиция создана на базе партии регионов, к которой примкнула партия Тегибко. В самом начале заседания под давлением активистов и общественников городские депутаты проголосовали за снятие с рассмотрения всех земельных вопросов. Обсуждать их теперь будут на отдельной сессии. Принятое решение приветствовали и гости, и депутаты. Создать комиссию, проверить, что приходится туда делать земля. И после этого выносить земельных вопросов. Из-за этого не удалось утвердить и выделение земли под детскую площадку возле храма Иоанна Сочавского на Победе. Хотя ее могли установить уже в самое ближайшее время. Тем более все расходы берет на себя приходской совет, рассказал собравшимся отец Рустик. Надбавки к зарплате городского головы и его замов сняли. Это тоже пришлось по душе общественности. А затем проведение сессии прервали громкими призывами выразить недоверие секретарю городского совета Владимиру Менделинцеву. Год тоже вызвал много вопросов. Депутатам и членам исполкома снова было непросто услышать друг друга. Но важный документ все-таки приняли. А по инициативе городской фракции коммунистов в течение двух недель оплата за проезд в общественном транспорте для пенсионеров и ветеранов будет пересмотрена. Но самой неожиданной и вышедшей из-под контроля стала реакция на вопрос о утверждении структуры и общей численности аппарата Белгороднестровского горсовета, исполнительного комитета и исполнительных органов горсовета. По закону следует сократить до 20% работников аппарата горсовета и исполкома. Мнения депутатов разделились. Голосовать пришлось трижды. Последние два раза поименно. Оптимизацию все-таки не утвердили. После принятия этого неожиданно ставшего резонансным решения в зале стало тише, а работа пошла быстрее. Хотя неспокойные граждане, пришедшие на сессию, пообещали, что тех, кто голосовал против, запомнят. В завершение рассмотрели еще несколько тем, приняли обращение к высшестоящим органам власти, под которым подписались 40 вкладчиков и Миксбанка. Мештанцы города Белороднестровска и Белороднестровского района, ошукані вкладники акционерного товариства Миксбанк. Звертаємось до властників Миксбанк, депутатів Белороднестровської міської ради, депутатів районної ради, кирюльництва Національного банку України, фонду гарантування вкладів физических осіб, Генерального прокуратурі України, Служби безпеки України, засобів маси інформації та повноваженого поэта Миксбанк Северіну Юру Петровичу. З вимоги, перше, негайно розібратися зістаном справу Микбанк по невиплати депозитів та прийняти рішення по подтвердній вкладі. Сегодняшня сессія в целом была плодотворной. Депутаты і члены исполкома не удивили. Они, как і всегда, показали неумение договориться і сотрудничать. Появились і нові лица, якобы отстаиваючі інтереси народа. По-своєму, свободно разгуливая по залу, прерываючі сессію і угрожаючі, тем, чьо мнення с їх требованиями не совпадає. Благо, другая група пришедших вела себе спокійніє. Однак цель їх визита для многих тоже осталась непонятной. Ангелина Савенкова, Елена Квитковская, Бесарабия ТВ Военные моряки отрезили условный удар. Как сообщили в Министерстве обороны Украины, военно-морські силы провели командно-штабные учения под руководством вице-адмирала Сергея Гайдука. Корабли і суда провели ряд тактико-специальних і тактических учених, корабельних боевых учених і занятий. А також выполнение артиллерійських стрель по надводной цели. Эти учения стали одним із самых масштабних мероприятий подготовки органов управления і силам ВС Украины после їх передислокации с территорией временно оккупированных автономной республики Крым і города Севастополь. Националисты прошли маршем, отдавая дань памяти о битве под Крутами і попагишем на востоке страны украинским военным. Вчера по центру Одессы прошли маршем представители организации «Правый сектор», партии «Свобода», бойцы полка «Азов» и патриотические настроенные граждане. Стартовал марш у памятника Шевченко. Несколько сотен людей прошли по центральным улицам города. Колонна остановилась возле памятника Дюку Ришелье. Там активисты охотно общались с прессой, провели молебен за Украину и спокойно разошлись. В целом акция прошла мирно, хотя и достаточно шумно. Следует отметить, что общественный порядок в центре Одессы охраняли многочисленные представители правоохранительных органов. Такими увидели новости последнего рабочего дня января наши корреспонденты. Сразу после выпуска смотрите спецрепортаж об иконе покаяния и примирения, появившийся на свет благодаря нашему земляку Михаилу Гроздеву, уроженца славного города Татарбунары. Всего вам доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова